то что ты сейчас наблюдаешь это не научно фантастический фильм это центрифужная машина расположенная на секретной тренировочной базе где-то за железным занавесом такая машина готовила майора юрия гагарина к его эпическому путешествию в космос это первая полная история как американских так и российских астронавтов проект человек в космосе я майк уоллес наша история самое экстраординарное приключение в истории человечества проект человек в космосе ты сейчас увидишь захватывающую драму космических усилий америки и эксклюзивные советские фильмы российских астронавтах которые никогда ранее не видел в этой стране никто кроме спецслужб некоторые сцены свидетелями которых ты станешь могут показаться граничащими с фантазией но космос сам по себе фантастичен более невероятен чем все что может вообразить человеческий разум это огромная пустота где все законы природы какими мы их знаем здесь на земле растворяются в огромных противоречиях где все что поднимается не опускается где кратчайшее расстояние между двумя точками не является прямой линией где нет ни начала ни конца это мир невозможного где возможно все космос это место полное холода и одиночества сверкающих метеоритов смертоносной радиации и таинственных космических сил и все же множество здравомыслящих разумных человеческих существ готовы и желают смело окунуться в космос и встретиться лицом к лицу с этими устрашающими опасностями это те люди которых ты встретишь в проекте человек в космосе мужчины которые хотят делать больше чем просто наблюдать за окружающим миром они хотят найти новые миры новые формы жизни и расширить горизонты человеческих знаний и понимания но это путешествие длиной в миллион миль должно начинаться с одного шага этот первый шаг был сделан 17 декабря 1903 года в китихоке штат северная каролина когда уилл бур и орвилл райд совершили первый полет с двигателем в истории путешествие началось вдохновленные этим достижением многие бесстрашные пионеры быстро присоединились к битве против закона всемирного тяготения а Всего полвека спустя авиация создала самый совершенный в мире летательный аппарат, экспериментальный космический ракетоплан Х-15. Х-15 поднимается в воздух под крылом своего материнского корабля, гигантского реактивного бомбардировщика Би-52, который выпустит его в полет своим ходом. Х-15 рассчитан на полет со скоростью более 4 миль в час и достижение высоты более 100 миль. Ты наблюдаешь первый полет Х-15 с двигателем, слышишь голос летчика-испытателя Скотта Кроссфилда, когда он готовится к запуску из-под крыла корабля-носителя. Сенат действительно поехал с 3600-1510 на баке. Я сейчас в замешательстве. Я начинаю. Вас понял. Уже на двоих. 30 секунд, подготовь меня к старту. Он стартует прямо сейчас. Хорошо, будь готов, когда будешь готов, приятель. Хорошо, Скотт, давай попробуем. Хорошо, поехали. Это обратный отсчет. 3-2-1 Нужно поднять гидравлическое давление. Их уже восемь. Вас понял. Поднимаюсь в гору на высоте 33 фута. Хорошо смотрится по всем направлениям. Я номер один в восхождении. 35 лет. Здесь выглядит довольно неплохо. Окей, хорошая проверка. Я снова набрал свой номер. Сбегай. Пока что испытательный полет прошел успешно, но теперь Х-15 становится бессильным планером. У него кончилось топливо, двигатели выключены. Только ветер, крылья и мастерство пилота Кроссфилда могут безопасно посадить корабль. Договорились, приятель. Успокойся. Хорошо, мы осветим край озера. Сюда. Спускается, и это хорошо выглядит. Полегче, папа. У этой маленькой леди очень мощные рули. Конструкторы Х-15 изначально надеялись, что это будет первое транспортное средство, которое доставит человека на край космоса. Но 4 октября 1957 года человеку было предложено гораздо более необычное транспортное средство. Корабль, который мог бы унести его далеко за пределы космоса. Россия поразила мир успешным запуском первого искусственного спутника Земли, спутник-1. На первом спутнике было мало научных приборов, но он отправил важные данные, которые указали российским ученым на возможность существования жизни в космическом пространстве. Теперь советы хотели знать, какое влияние эта враждебная окружающая среда окажет на человеческий организм. Им нужно было экспериментальное животное, которое предшествовало бы человеку. Собаки были выбраны потому, что русские добились с ними замечательных успехов в других экспериментах. Теперь собака примет участие в одном из самых важных научных приключений, которые когда-либо предпринимал человек. Начались различные тесты, чтобы выбрать собаку для полета по орбите Земли внутри спутника. К животным хирургическим путем были прикреплены научные приборы для измерения функций их организма. Их нервные реакции и рефлексы в условиях стресса были тщательно изучены. Были разработаны и испытаны механизмы побега. Собак поместили в центрифугу, машину, которая дублирует необычные силы тяжести. Их реакции были внимательно изучены, и по мере приближения дня запуска был сделан окончательный выбор. Лайка была выбрана для того, чтобы отправиться в путешествие, из которого она никогда не вернется, потому что российские ученые еще не решили проблему извлечения спутника из космоса. Лайка должна была обрести бессмертие, не похожее ни на одно другое животное в истории. Она и ее специальная кабина были помещены внутри носового обтекателя гигантской советской ракеты. 3 ноября 1957 года был запущен спутник 2. Радиопередатчики внутри спутника 2 отправили обратно ценные данные от первого живого существа, проникшего в космическое пространство. Как и его сердцебиение, температура и частота дыхания были переданы по радио на Землю и тщательно изучены. А затем, через неделю, Лайка была мертва. У нее закончился запас кислорода. Но информация, отправленная на Землю со спутника 2, была жизненно важной. Она убедительно доказала, что жизнь может выжить в космосе. Это советский космонавт. Вскоре после полета Лайки началась российская программа «Человек в космосе». Та же центрифуга, на которой испытывалась Лайка, теперь приспособлена для экспериментов на людях. Высококвалифицированные люди, отобранные из рядов советских военно-воздушных сил, начали жизнь полную строгих тренировок. Российские космические усилия продолжались и в других направлениях. Была запущена серия лунных зондов, называемых «Луниками». И Россия достигла драматической вехи в космической истории, когда «Луник-2» столкнулся с поверхностью Луны. Возможно, самым впечатляющим достижением советской ракетостроения был «Луник-3». Этот спутник кружил за Луной и наводил камеры на ее скрытую сторону. Впервые в истории человек смог взглянуть на темную сторону Луны. Это настоящие фотографии, переданные обратно на Землю. Воодушевленные успехом своих лунных зондов, русские ускорили свою программу астронавтов. Эта обтекаемая центрифуга была спроектирована в Восточной Германии и построена в Чехословакии. Внутри этой гигантской машины едет русский космонавт. Техники в диспетчерской наверху наблюдают за его реакцией через телевизионный монитор по мере того, как они постепенно увеличивают скорость центрифуги. Мощные силы тяжести притягивают его тело. Это силы тяжести. 1G – это нормальная сила земного притяжения. Но сейчас она приближается к 7G. Его тело весит более 1000 фунтов. Как долго его сердце сможет продолжать перекачивать кровь в мозг? Как долго он сможет оставаться в сознании? Астронавт без сознания. Он будет оживлен и будут дальнейшие поездки на центрифуге до тех пор, пока его тело не сможет выдержать 16 Gs, количество которое он должен выдержать, чтобы пережить полет в космос. В лаборатории за железным занавесом исследуется еще одна тайна. Изоляция. Астронавт запечатан внутри стального цилиндра и отрезан от всех контактов с людьми на 14 дней. Может ли он сохранить свое психическое равновесие в этих стесненных условиях? Батарея приборов тщательно отчитается как о его физическом, так и о психологическом поведении. Это тревожная кнопка. Нажав на нее, он может освободиться в любой момент, но это будет означать, что он провалил тест. Отныне у него нет свободы передвижения. Он не может ни встать ни лечь. Испытание начинается. Здесь нет никакой рутины, кроме случайного простого задания. На экране перед ним вспыхивает световой символ. Он реагирует нажатием соответствующей кнопки, выключая свет. Сейчас он испытывает такое же одиночество и изоляцию, какие испытывал бы, если бы находился на орбите в космосе, высоко над землей. На двенадцатый день астронавт слабеет. Его реакции замедлены, и у него начинают проявляться признаки психического коллапса. Это решающий момент в тесте. Субтитры создавал DimaTorzok Астронавт победил. Он победил силу внутри себя, свою собственную неуверенность и страхи. Это Блокгаус где-то в Советском Союзе. В августе 1919 года 62 собаки, стрелка и белка, вот-вот будут запущены в космос на борту гигантской ракеты. Цель состоит в том, чтобы вывести двух собак на орбиту и вернуть их на Землю живыми. Результат этой миссии окажет решающее влияние на будущее российской программы «Человек в космосе». В течение 25 часов строка и белка облетят земной шар. Со специальной телевизионной камеры на борту их изображения передаются ученым внизу. Ты фактически в первый раз наблюдаешь полет живых существ в космическом пространстве. Стрелка и белка были возвращены с орбиты и восстановлены живыми. Казалось, что теперь путь для российского астронавта открыт. Согласно многим источникам, первые попытки запустить советских астронавтов закончились неудачей. Официального подтверждения этим сообщением не поступало. Но 12 апреля 1961 года Советский Союз достиг кульминации своих впечатляющих космических достижений. Когда майор Юрий Алексеевич Гагарин был выведен на орбиту вокруг Земли. Ты сейчас слушаешь голос майора Гагарина, когда он докладывает из своей космической капсулы. Полет проходит успешно. Видимость хорошая, и я сам чувствую себя хорошо. За 89 минут он обогнул земной шар. Он вернулся на величайший праздник в истории Советского Союза. Братья Райт сделали первый шаг, а майор Юрий Гагарин сделал второй в путешествии человека в космос на миллион миль. Американская космическая программа стартовала из этого блокгауза на мысе Канаверал. Это было 3 119 января 58 года, через 4 месяца после выхода на орбиту первого спутника. 2-1. Командуй боем. Хвастаешься? Взлетай. Запуск эксплорера 1, первого искусственного спутника Америки, погрузил Соединенные Штаты в космическую эру. Было запущено более 30 успешных американских спутников и космических зондов, что в три раза больше, чем было запущено советами. То, чего Америке не хватало в ракетной мощи, было компенсировано научными открытиями и бесценной информацией, предоставленной миру с помощью менее впечатляющих, но более практичных космических аппаратов. Летом 1958 года НАСА, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, было создано для объединения американской деятельности в области космических исследований. Одной из главных забот НАСА была американская программа «Человек в космосе», проект «Меркурий». Начало великого приключения для семи американских мужчин началось в Пентагоне в Вашингтоне, округ Колумбия. НАСА решило, что астронавты проекта «Меркурий» будут отобраны из рядов особой породы людей, высококвалифицированных военных летчиков-испытателей. Образование – высшее образование в области естественных наук или инженерии. Опыт работы – 15 сотен часов налета на реактивном самолете. Возраст моложе 40 лет. Для обучения были отобраны записи 470 кандидатов, но только 32 были отобраны для окончательного отбора. Эти мужчины были подвергнуты самому строгому медицинскому, физическому и психологическому обследованию в истории. Оценочная комиссия, состоящая из экспертов в области авиационной медицины, психологии и биофизики, обсуждала, обсуждала, анализировала каждый отчет, каждый тест. 32 человека были настолько квалифицированы, что правление было вынуждено сосредоточиться на инженерных способностях в качестве окончательного критерия для их отбора. 9 апреля 1959 года в Вашингтоне Доктор Тон. Кит Гленнан, глава НАСА, объявил об окончательном выборе. Я рад представить вам, и я считаю это настоящей честью джентльмены. Справа от вас Малкольм и Скарпентер, Лерой Г. Купер, Джон Х. Гленн Вирджилы, Грисом, Уолтер М. Шерлок, Алан Б. Шепард, Дональд К. Слейтон. Эти леди и джентльмены — лучшие астронавты страны Меркурий. Это американские астронавты. Какова миссия, которая стоит перед ними? Какова цель проекта Меркурий? Цель проекта Меркурий состоит в том, чтобы поместить астронавта внутрь космической капсулы на вершине гигантской ракеты. Ракета будет запущена с мыса Канаверал и улетит на 115 миль в космос. Капсула отделится от ракеты и облетит Землю со скоростью, превышающей 17 миль в час. На то, чтобы обогнуть земной шар, уйдет всего 90 минут. По мере того, как капсула будет облетать Землю, она будет поддерживать постоянную связь со станциями слежения по всему миру. В течение четырех с половиной часов, сделав три круга, капсула с астронавтом снова войдет в атмосферу Земли и будет извлечена где-то внизу, в Южной Атлантике. Но прежде чем этот фантастический полет в космос может быть осуществлен, необходимо будет провести ряд предварительных летных испытаний. Сначала шимпанзе, а затем астронавт, должны быть запущены в космической капсуле, отправлены за 200 миль над Атлантикой и успешно восстановлены. Затем шимпанзе выйдет на орбиту Земли. И если все пойдет хорошо, то наконец сам человек будет готов к своему путешествию в открытый космос. Но чтобы достичь космоса и благополучно вернуться, астронавту придется столкнуться с огромными физическими и психологическими нагрузками такой интенсивности, с которыми человек никогда прежде не сталкивался в известном ему мире. Все мы испытали в той или иной степени то же давление, которое должен выдержать астронавт. Но представь себе силы американских горок, увеличенные в 40 раз. 10 декабря 1954 года врач ВВС полковник Джон Ставф подвергся воздействию поразительной силы в 46 GS, в 46 раз превышающей нормальную силу земного притяжения. И он выжил. Ракетные сани разгонялись до еще более высоких и опасных скоростей с манекенами на борту. На этом центральном снимке военно-морского флота в Джонсвилле, штат Пенсильвания, астронавт проекта «Меркурий» Аллен Шепард сражается с силами гравитации. Репортаж «Джи». 7 лет. 7. 8. 9. 1111. Все в порядке? Пробег окончен. 4. 4. Каждый раз, когда он едет внутри вращающейся машины, он отрабатывает процедуры запуска и возвращения, развивая терпимость к стрессам, с которыми ему приходится сталкиваться во время реального космического полета. Прямая противоположность «Джи» силам – это невесомость. Когда самолет летит по крутой дуге, его подъем вверх противодействует нисходящему притяжению силы тяжести. И поэтому в течение коротких промежутков времени астронавты «Меркурий» испытывают таинственное ощущение невесомости, состояние, с которым они столкнутся во время пребывания на орбите. Астронавты «Меркурий» Самый высокий шаг в мире был сделан в августе 1960 года капитаном ВВС Джозефом Киттингером. Он был поднят на гигантском воздушном шаре высоко в небо над Нью-Мексико. Какова цель? Проверить способность человека функционировать на краю космоса. Когда Киттингер оглядывался вокруг в этом холодном и жутком мире и передавал по радио свои технические и научные наблюдения, он добавил эту сноску. «Надо мной враждебное небо. Человек может жить в космосе», — сказал он, — «но он никогда его не завоюет». И вот почти в 20 милях над поверхностью Земли Джо Киттингер вышел в космос. В течение восьми долгих и ужасных минут он падал к Земле, прежде чем раскрыть свой парашют. Он благополучно приземлился после самого долгого свободного падения в истории, принеся с собой новое понимание проблем ориентации и равновесия в пространстве. Чтобы справиться с ориентацией, была разработана уникальная машина под названием «Мастиф». Пристегнутый ремнями внутри, астронавт Джон Гленн начинает дикую поездку. Она имитирует опасные условия, которые могут возникнуть, если его космическая капсула выйдет из-под контроля. Пока астронавты проходят подготовку, эксперты НАСА усердно работают над другой фазой проекта «Меркурий». Ракета «Атлас» была выбрана в качестве транспортного средства для выведения капсулы астронавта в космос. И теперь на сборочном заводе «Конвер» в Сан-Диего она должна быть адаптирована для выполнения своего важнейшего задания. Астронавты находятся там для того, чтобы учиться и совещаться во время этой сложной модификации, ибо судьба одного из этих людей и одной из этих ракет неизбежно связаны друг с другом. В авиастроительной корпорации «Макдонелл» в Сент-Луисе. Луис. Еще одна сложная проблема решается целевой группой инженеров и ученых. Проектирование и строительство космической капсулы, для которой нет прецедентов. Капсула достаточно большая, чтобы вместить человека, но в то же время достаточно маленькая, чтобы поместиться поверх «Атласа». Поскольку человеческое тело может выдерживать большие силы тяжести в положении лежа, от традиционного кресла пилота отказались. Вместо этого была спроектирована и отлита поддерживающая кушетка, подходящая для каждого астронавта. Внутри капсулы все органы управления полетом сосредоточены в одном приборе. Астронавт может легко регулировать движение и направление капсулы во время критического периода возвращения. С помощью теста за тестом модели изучаются и оцениваются. Воздушные десанты капсулы помогают усовершенствовать сложную систему восстановления. Когда капсула ударяется о воду, автоматическое устройство отводит стрелу в сторону, чтобы предотвратить запутывание. Теперь произойдет целая серия быстро движущихся событий, которые помогут поисковым самолетам и кораблям найти капсулу. Из капсулы повалит густое облако дыма. Блестящий красящий маркер окрасит море. Миниатюрные глубинные зарядные устройства взорвутся под водой, предупредив гидролокаторное оборудование на борту спасательных судов. А мощные радиомаяки будут посылать сигналы на сотни миль. Если запланированное спасение кораблем или вертолетом задерживается, астронавт обучается эвакуации капсулы и посадке на собственный аварийный спасательный плод. Были учтены все возможные варианты, в том числе вероятность того, что астронавт может оказаться в ловушке под водой. Здесь астронавт Вирджил Грисом проходит подготовку, чтобы освободиться из тонущей капсулы с помощью аварийного люка. Его скафандр был сконструирован таким образом, чтобы обеспечить ему достаточное количество кислорода для выхода на поверхность. Оставалось рассмотреть еще одну серьезную проблему. Представь себе теперь, что астронавт лежит в своей капсуле, летя в носовом обтекателе этой ракеты Атлас. Как мог астронавт спастись от того, что кажется неминуемой катастрофой? Это было главной заботой инженеров НАСА и особенно самих астронавтов. Атлас был модифицирован для обеспечения максимальной безопасности, но ни одна ракета не является надежной. Эта последняя проблема решается с помощью хитроумной системы эвакуации. Три маленькие мощные ракеты прикреплены к башне над капсулой. В аварийных условиях эти ракеты воспламеняются и быстро подбрасывают капсулу в воздух подальше от взрывающейся ракеты. Парашют капсулы раскрывается и астронавт опускается в безопасное место. Мыс Канаверал, Флорида. Это стартовая площадка Атласа, предназначенная для проекта Меркурий. Ты сейчас станешь свидетелем имитированного обратного отсчета и запуска американского астронавта на орбиту вокруг Земли. Ты будешь следить за пошаговой подготовкой капсулы, ракеты и человека. Огромная ракета Атлас доставляется на грузовике с военно-воздушной базы Патрик и прибывает на мыс Канаверал. Куда она направляется? Стартовая площадка проекта Меркурий. В ближайшие недели армия техников проверит и оценит огромные и сложные системы Атласа. Но сейчас гигантская ракета медленно и осторожно поднимается на массивный портал. В то же время космическая капсула прибывает с сборочного завода Макдональда в Сент-Луисе. Прежде чем ее поднимут на вершину Атласа, капсула тоже должна быть тщательно проверена. Помещенный в стерильную камеру, его чувствительные приборы подвергаются тщательному осмотру. Астронавты проводят свои последние минуты отдыха со своими семьями и друзьями. Скоро они уйдут в уединение под бдительным присмотром экспертов НАСА для инструктажей тщательного медицинского обследования. И, наконец, один из них будет выбран для своего величайшего приключения. До старта осталось всего несколько дней. Капсула и ракета готовы к стыковке. Медленно и осторожно капсула поднимается высоко на портал. В нескольких милях от ракеты находится здание Т-3, центр управления проектом Меркурий. Здесь собраны люди и машины, которые будут поддерживать постоянный контакт с астронавтом перед запуском и во время его полета. На гигантской карте мира изображен запланированный орбитальный путь капсулы. По мере того, как она будет вращаться вокруг Земли, 16 станций слежения будут поддерживать постоянную связь с астронавтом внутри. Эти станции образуют обширную глобальную сеть. Центр управления Меркурием будет получать все отчеты со станций слежения и проверять их непрерывную работу. Летный хирург изучит и проанализирует физиологическое состояние астронавта. Этот космический врач будет лучше, чем сам астронавт, знать, как его организм реагирует на воздействие этой новой и враждебной окружающей среды. За реакцией капсулы будут внимательно следить технические эксперты. Они будут информировать астронавта о состоянии капсулы на всех этапах полета. Это инженер по безопасности на полигоне. При первом признаке опасности этот человек и астронавт обладают способностью запустить аварийные ракеты и отбросить капсулу в безопасное место. Но общим руководителем всей миссии является руководитель полета Меркурия. Он один отвечает за обратный отчет. Все окончательные решения остаются за ним. Запуск самой ракеты должен быть тщательно скоординирован между многочисленными специалистами в Центре управления Меркурий и командами техников здесь, внутри Блокгауза Атлас. Рядом со стартовой площадкой, эти люди контролируют сложные операции по мере того, как Атлас готов к полету. По мере того, как проходят часы, каждый новый этап подготовки становится все более важным и требовательным. Сейчас ночь перед запуском. Начинается деликатная работа по заправке ракеты топливом. Жидкий кислород осторожно закачивается в ожидающие баки. Сейчас утро старта. В Южной Атлантике военно-морской флот выдвигается на позиции. Их миссия – быстрое и безопасное восстановление астронавта и капсулы по возвращении с орбиты. На мысе Канаверал погода для запуска ясная. Обратный отчет продолжается по расписанию. В нескольких милях от стартовой площадки находится зона подготовки астронавта Ангар-С. Внутри его скафандр проходит окончательную проверку. Это его самое важное снаряжение. Астронавт уже выбран. Теперь он готов к полету. К его коже прикреплены специальные записывающие приборы. Он тщательно одет в скафандр. Ему помогают многие умелые руки. Ведь каждое крепление должно быть совершенным, каждое соединение точно закреплено. За два с половиной часа до стрельбы он покидает Ангар-С. Он отправляется на стартовую площадку с командой техников внутри специального транспортного фургона. Он выдвигается на позицию под гигантским порталом. Башенный лифт поднимает его на вершину ракеты. На мгновение всякая деятельность прекращается. Астронавт втискивается в тесное нутро капсулы. Он начинает сложную предполетную процедуру с инженером внутри Меркьюри Контрол. Техники подключают его записывающие приборы. Астронавт наконец-то подготовлен внутри капсулы. Люк запечатан. Теперь его единственная связь с внешним миром – это радиосвязь с людьми внутри управления Меркурий. В море от мыса Канаверал вертолеты готовы забрать астронавта на случай, если он будет вынужден воспользоваться своей системой аварийного спасения. Все готово к последним минутам обратного отсчета. Сейчас Ха 100 минут. Весь персонал ведет отсчет. Тест. Район. Семя с козловым удалением. Тест проводится как тест. Встань. Вперед. Ботинок полностью зашит вокруг бустера. Сервисные башни в процессе перемещения на раздаточный стол. Проводники. Продолжай, Джон. Сервисная башня в безопасности, зона технического обслуживания, бригада уезжает на грузовике. Все в порядке, Роджер. Конструкция распылительного коллектора Лейн-2. Тестовая ручка выглядит в довольно хорошей форме, Том. Пилот, это безопасность на дальности полета. Пожалуйста, проверь свою аварийную ручку. Аварийная ручка внутри заперта. Пилот, теперь у тебя есть ручное управление ракетами аварийной башни. Вас понял, безопасность на дальности полета. Пилот, приготовьтесь к проверке, пожалуйста. Индикаторы давления, все в порядке. Скафандр и температура тела в норме. Дыхание и сердце, все в порядке. Это наш помощник. Продолжай. Мы удовлетворительно завершили проверку плана безопасности во время дождя. Кондуктор-испытатель, продолжай проверку. Мне жаль сообщать тебе, что вторая система на данный момент не работает. Единственная оценка, которую я мог бы дать, это около 30 минут, чтобы попытаться определить, в чем наша проблема. Все в порядке. Телеметрия? Продолжай. Телеметрия тоже. Спасибо тебе. Координатор поддержки тестировщиков. Давай, Фрэнк, у меня есть. 100 долларов. Процентный вариант. Хорошо, Фрэнк, спасибо. Тестовая рука, это тестовая рука. Давай, Джим. Том, здесь все в порядке. Мы эвакуируем тестируемую руку. Район. Пилот, пожалуйста, проверьте предполетные приборы. Мои выключатели левого аккумулятора теперь включены. Все предохранители включены. Все индикаторы на ретро-панели горят зеленым. Индикаторы крена, рыскания и тангажа реагируют нормально. Вас понял, пилот, спасибо. Приготовься и очисти каналы для отслеживания сетевых отчетов. Станция УДА-2. Станция 2, все чисто и чисто. Атлантическая, станция 3. Станция 3, все золото. Остров Мэри, станция 4. Оборудование слежения на станции 4 полностью готово и готово к работе. Нигерия, станция номер 5. Прием на пятой станции идет полным ходом. Занзибар, станция 6. Занзибар, станция 6, вперед. Индийский океан, станция 7. Извини, станция 7 в это время закрыта. У нас радиопомехи. И мы доложим, когда все прояснится. Все в порядке, Джим. Австралийские станции? Все австралийские станции ушли. Тихоокеанские станции. Тихоокеанские станции, все золото. Мексиканская станция номер 13. Условия станции 13 вперед. Все континентальные станции. Станция 14 вперед. Станция 15 вперед. Станция 16 вперед. Канаверал вперед. 15 лет. Минут. Это раз. Я хочу сообщить, что радиопомехи, о которых ранее сообщала эта миссия, теперь устранены. Мы это сделали. Все корабли. Роджер, спасибо тебе. Меня зовут Джеки. Вперед. Вперед. Маяк? Вперед. GIP. Теломера МТК. Вперед. Вперед. Все станции капсулы дают отчет о состоянии. Аромат. Панель аромата вся зеленая. Панель окружающей среды капсулы. Окружающая среда капсулы полностью зеленая. Пилот. Индикатор готовности пилота горит зеленым. Все системы капсулы работают. Вынимаю вредную английскую булавку. Переключи руку на рычаг. Т60 секунд и идет обратный отсчет. Ракета готова к запуску. Спокойно. Дальность стрельбы готова к включению. Начинай удаление. Запуск ракеты завершен на испытании двигателя. Данные. Проверь, замки затоплены. Повышение давления. Удовлетворительно. Система затвора. Удовлетворительно. Смени режим работы. Все чисто. Все индикаторы панели бесплатной зарядки горят зеленым. Индикатор завершения переворота ракеты горит зеленым. Все записано. Сиди быстро. 24 года. 2322-2120-918-7060-5040-312-110-9875-432 Дальность стрельбы готова. Теперь пути назад нет. Астронавт отправляется на орбиту. Именно так и будет в тот день, когда американец отправится в космос. И Соединенные Штаты, и Россия уже отправили человека в космос. Что дальше? В течение многих лет научная фантастика была невероятным предтечей реальности. Но теперь реальность начала захватывать мир научной фантастики. Теперь у ученых на чертежных досках есть космические аппараты, которые доставят человека на Луну и за ее пределы. Некоторые из нас увидят эти чудеса при своей жизни. Ибо, как ни странно, орбитальный полет вокруг Земли однажды станет таким же обычным явлением, как сегодняшний перелет на реактивном самолете через океан. И когда-нибудь произойдут новые чудеса. Эксклюзивные фильмы, которые вы сейчас смотрите, были сняты советским правительством и дают нам увлекательное представление об их графике будущего освоения космоса. График, который во многих деталях схож с планами Соединенных Штатов. Гигантские грузовые ракеты отправят на орбиту материалы для строительства постоянных космических станций. Экипажи астронавтов последуют за ним для окончательной сборки. Детали, изготовленные на Земле, будут легко соединены вместе. Космическая станция обретет форму по мере того, как она будет мчаться по всему миру с орбитальной скоростью. Вращающийся цилиндр создаст ощущение гравитации для путешественников внутри. Обсерватория будет изучать погодные условия и передавать точные прогнозы обратно на Землю. За пределами космической станции астрономы с мощными телескопами смогут обозревать небеса новым зрением, свободным от атмосферной дымки. Тогда настанет день следующего великого приключения человека в космосе. На космической станции будет собрана ракета и запущена к Луне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Каждый шаг, который делает человек, это всего лишь еще одно начало его путешествия протяженностью в миллион миль. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok